Рабочий визит в Москву Владислава Хавалыга начался со встречи с первым заместителем министра обороны Русланом Цаликовым. Обсудили вопрос по теплоснабжению объектов Минобороны. Владислав Хавалыг отметил, что Минобороны вышла на Кызылскую ТЭЦ по вопросу технического присоединения к ТЭЦ военного городка, в частности 55-й бригады, а также президентского кадетского корпуса. Сколько средств потребуется для того, чтобы построить теплосеть от крайней точки на правом берегу до ТЭЦ-котельной? То, что все жители, в том числе и правого берегу, берегу очень тревожную. В прошлом году мы помним, что там творилось. То заезжал в город, в город не видно было. То отсюда видел, каждый день такая картина, так сказать. Печальная вообще. Я не раз писал. Три дня командировки рабочей группы правительства ТУВЫ были расписаны с утра и до позднего вечера. Прошла встреча с руководителем департамента транспорта правительства Российской Федерации с Анатолием Мещеряковым. Прежде всего, обсудили вопрос о сохранении квоты Тувинской горнородной компании на 2022 год. В мае наверняка наладится и потихоньку пойдет обрузка угля, в том числе для Кузбасса, для Кузбасса, для Иркутской области. Пойдет также по темно-заключенным контрактам на Юго-Восточное озеро. Также были детально обсуждены вопросы по дополнительному финансированию на субсидирование межрегиональных авиарейсов. Министр дорожно-транспортного комплекса республики Шаран Чергалол отметил, что на сегодняшний день подана заявка от авиакомпании «Красавиа» на направление Новосибирска, а также на Иркутск. Обозначили предложение о том, чтобы необходимо изменить маршрут следования, воздушный маршрут следования для Иркутска. Там имеется возможность сокращения пути, соответственно, сокращение стоимости экономического тарифа, который, может быть, рассмотрен даже без субсидирования. Этот вопрос мы в дальнейшем, также в будущем, с Росавиацией будем прорабатывать. По итогам поездки в Москву будет составлена четкая дорожная карта по реализации всех намеченных планов и подписанных соглашений. А их более чем достаточно, начиная от оптовой волоконной линии в Кунгуртуке, заканчивая проектом строительства железной дороги с новыми предложениями трансграничных направлений. Инна Клоян, Чайхан Дангак, Буян Солчак, телеканал ТУВА-24.